Они воевали, выжили и вернулись. В бой они больше не пойдут, просто не смогут. Теперь им придется воевать уже с чиновниками и правительством за ту благодарность, в кавычках, которую они от них получили. Смотрите в сюжете. Ну да, пока тяжеловато, но потихонечку. Вот так, шаг за шагом, Володя заново учится ходить на протезе. Уже умеет с ним садиться. Почувствовать здоровой ногой протеза и сесть. Он потерял ногу три месяца назад под Новоазовском в Донецкой области. Мы попали под минометный и гранатометный обстрел. Дали мне третью группу инвалидности. А это минимум выплат или год, поясняет волонтер Алексей Краснощоков. И случай с Володей не первый. Чиновники действуют согласно предписанию своих же приказов. Формально ничего не нарушают. Но вот какая получается несправедливость. Третья группа это отсутствующая фаланга пальца, например, на руке. Это сахарный диабет. Делается для того, чтобы сэкономить деньги из бюджета. В Минсоцполитике на камеры рапортуют. Все пострадавшие в зоне АТО вне очереди получат протезы. Бесплатно и не только отечественного производства. Обещают ускорить процедуру выдачи статуса участника АТО. Но на практике, говорят волонтеры, только чтобы получить протез от государства, нужно минимум месяц потратить на бюрократические проволочки. Документы, собрать документы, получить ответы. Более того, если это сложное протезирование, то есть специальная экспертная комиссия, если цена превышает граничную, и они решают дать или не дать. Более того, они не видят пациента. А это сосед Володя по палате. Он потерял ногу и товарища. Но спас около 40 своих сослуживцев под Донецком. Евгений подорвался на фугасе. С июня был в штурмовой группе. Встречался с противником лицом к лицу. А вот как его отблагодарило за это правительство. Ходить в Кабмин – дело напрасное. Это запись в его медицинской справке. Теперь раненый боец вынужден будет доказывать, что все было не так. Оформить группу инвалидности пока не может. Не хватает документов от военных. Та же история со статусом участника АТО. Пока единственная благодарность от правительства – бесплатный протез. В остальном помогают волонтеры. Это, честно, мертвые души. Мы есть, и нас нет. То есть, когда нам надо спасать государство, так, хлопцы, поможите, пожалуйста.